Ставки Выигрыш или проигрыш Или мошенничество Стратегия провала и удачи Самые великие игорные аферы Сегодня мы расскажем вам о самых дерзких игорных аферах И о людях с железными нервами, которые их придумали Вы увидите пожар в одной из букмекерских контор Шотландии Из-за которого мошенник совершил крайне рискованный шаг Мы стояли и обсуждали причину пожара, делали предположения Тут к конторе подошел человек и сказал, что требует от нас выплаты выигрыша Он спросил, когда он может получить то, что выиграл Вы также узнаете, как ирландский аферист едва не получил сотни тысяч фунтов Выдавая старую клячу за лошадь чемпиона Афера с Game Future стала частью фольклора Байкой о том, как мелкие деятели, подобно Робин Гуду Обобрали богатых, то есть букмекеров И отдали деньги бедным, то есть взяли их себе Кроме того, мы расскажем о юном игроке в Blackjack, который поклялся разорить казино Австралии после того, как его оттуда выгнали И решил, что обязан отобрать деньги у этих людей Вы также увидите королеву казино, которая потрясла Лас-Вегас невероятно герзким мошенничеством Подмена колоды – крайне прибыльная афера, исключающая проигрыш Она самая рискованная, но и самая прибыльная Но сначала мы расскажем о простейшем и при этом опаснейшем мошенничестве В 80-х годах два парня довели до совершенства самый опасный трюк в истории горного бизнеса Один из них начинал игру, как обычный игрок, но, проиграв, хватал приигрышню фишек и убегал Его могли убить, ему мог выстрелить в спину охранник Ричард Маркус, автор книг «Грязный покер» и «Крупнейшее ограбление в казино» Для таких дел надо обладать огромной и невероятной смелостью Джон – мошенник Охранники даже не успевали понять, что произошло Я бросался к выходу, начинался шум и неразбериха В 80-й горный бизнес переживал бум Открылись первые гигантские казино Лас-Вегаса Люди съезжались туда со всех концов Соединенных Штатов, мечтая выиграть, сколько удастся Мы играли в казино Деннис в Лас-Вегасе, где часами крутятся мелкие мошенники От них мы услышали, что есть такой трюк – бегство, юнтер, мошенник Мы с моим партнером сразу этим заинтересовались Бегство игроков-мошенников удивляло мир казино еще в 50-е годы В прежние времена центр Лас-Вегаса был застроен аркадами, как в Англии, в городе Брайтон Всюду были открытые галереи Казино были похожи на парки развлечений Они были открыты, никаких дверей Люди играли на воздухе Мошенники подходили к рулетке и ставили, скажем, 50 долларов на красное Если выигрывали, получали деньги Если проигрывали, хватали горст фишек и исчезали, смешавшись с толпой Джон и Гюнтеру совершенствовали эту схему Но они делали более крупные ставки и не просто уходили, а скрывались на мотоцикле или на машине Это была идеальная схема Либо мы выигрывали и оставались в казино, либо проигрывали и убегали Для этого не надо никаких мозгов Но чтобы проделать такое в современном казино, на глазах бдительных охранников, мошенникам был нужен помощник В деле участвовали четверо Я, то есть игрок, который делал ставку и, если надо, убегал Гюнтер на мотоцикле Тот, кто стоял на стреме И тот, кто отвлекал охрану Мы следили друг за другом И полностью друг другу доверяли Прибыв на место, команда готовилась применить свой план Главный фактор в нем – время Лучше всего работать с 9 до 10 часов вечера Когда в казино полно народу Если народу мало, я наведу Охранник меня сразу заметит, и мне конец Важно играть за столом, стоящим недалеко от выхода От которого можно беспрепятственно выбежать на улицу Мы играли в Blackjack Там можно быстро сделать ставку и выиграть Или смыться Гюнтер и мотоцикл были на готове Джон начинал играть, делая каждый раз максимальную ставку на определенном столе для Blackjack Если он выигрывал, крупные ставки приносили большой выигрыш Если проигрывал, он хватал со стола фишки и те, что поставил сам, и другие При выигрыше я сразу менял фишки на деньги Если проигрывал, хватал фишки и убегал До этого я проиграл в казино кучу денег Казино, по-моему, имеет лицензию на грабеж Поэтому я решил грабить награбленное Я считаю, что казино мне задолжали Как только Джон хватал фишки, его сообщник, стоявший на стрёме, подавал сигнал Гюнтеру Джон прыгал на сиденье, они скрывались Этот такой адреналин, схватить фишки, убежать, умчаться Фантастические ощущения Я испытывал эйфорию, когда Джон прыгал на заднее сиденье Мы взрывались с места и с ревом уносились вдаль К 1985 году Джон и Гюнтер довели свой трюк до совершенства Украденные фишки они меняли на деньги в кассе казино Несколько дней спустя Однажды мы выиграли за ночь 30 тысяч долларов Это была наша самая удачная охота У меня разыгралась жадность Я был на 100% уверен в своей удаче Ни одному охраннику не удавалось схватить меня и потащить на разборки Он выбегал из казино, вскакивал на мотоцикл Гюнтер И под громкую рок-музыку они уносились в ночь Они наделали в Лас-Вегасе много шума Эти отчаянные действия принесли хорошие деньги За три года, если подсчитать, мы заработали примерно 300 тысяч долларов Хотя трюк был необычайно успешным Джон и Гюнтер приняли решение оставить свою деятельность, пока они в выигрыше Дальше работать не стоило Потому что чем больше мы проделывали свой трюк Тем больше было шансов, что нас хватит Эферу с бегством можно проделать в Лас-Вегасе и сейчас Но это будет гораздо труднее из-за движения машин Мошенников будет легко поймать в автомобильной пробке В принципе, эта схема возможна, но вряд ли сегодня кто-то на ней решится Трюк с бегством требует точного расчета времени и крайней дерзости Но он принес мошенникам почти 175 тысяч фунтов за три года их деятельности Далее в нашей программе вы узнаете о громком скандале на скачках Где жалкую клячу поменяли местами с лошадью чемпионом из Ирландии Мы также расскажем об австралийском игроке в Блэк Джек, который поставил казино своей страны на колени И про пожар в букмекерской конторе, который удивил всю Британию Самые великие игорные аферы Мы продолжаем рассказ о невероятных мошенничествах О самых смелых преступлениях, которые потрясли мир игорного бизнеса На скачках лошадь победителя замаскировали под клячу, чтобы надуть букмекеров В Шотландии пожар в букмекерской конторе поставил полицию в тупик Мы догадались, что это был поджог Мы были уверены, что контору кто-то подпалил нарочно Но сначала рассказ об отчаянной девушке, чьи невероятно ловкие руки гарантировали выигрыш при любом раскладе карт Самые великие игорные аферы Хладнокровная королева За годы своей деятельности казино Лас-Вегаса пережили немало наглых афер Но ни одна не сравнится по дерзости с подменой колоды, происходящей прямо за игровым столом, под носом у крупней Макс Рубин, игорный эксперт Подмена колоды – это самый дерзкий трюк в игорном бизнесе Айда Саммерс – одна из немногих женщин в мире карточных мошенников Свою преступную карьеру она начала в 1961 году, вступив в группу мелких жуликов, чтобы добыть денег себе на жизнь С тех пор прошло 40 лет Она серьезно больна, но все еще не сломлена Айда Саммерс, королева казино Может быть, я нарушала закон, но мне кажется, что я не нарушала моральных норм Ведь врач, который разрезает ваше сердце при операции, не считает, что он вас убивает, правда? Он вас лечит? Я сосредотачивалась на своем деле И делала его Как и у хирурга, у Айды необыкновенные руки Сначала она занималась тем, что незаметно вытягивала из колоды выгодную харту, а потом в нужный момент подсовывала ее обратно Для этого нужны бесконечные тренировки и точный расчет времени Такая ловкость рук приносила до 5000 долларов Но подсовывание так называемой холодной колоды увеличило выигрыш в 15 раз Холодная колода — это колода, в которой карты заранее расположены в нужном порядке Джордж Джозеф — консультант казино по безопасности Почему холодная? Дело в том, что во время игры карты нагреваются от рук игроков Когда же бывшую в игре колоду заменяют на свежую, карты в ней несколько холоднее Подменить колоду в Блэк Джеке — заветная мечта всех жуликов Ведь если игрок знает порядок сдачи карт, каждый кон будет для него выигрышным Подмена колоды — крайне прибыльная афера, исключающая проигрыш Она самая рискованная, но и самая прибыльная Выигрыш при подмене теплой колоды на холодную зависит от того, какая максимальная ставка разрешена в казино Если ставить можно до 50 долларов, выигрыш будет небольшой Но если, как в казино «Цезарь» можно ставить по 1000 долларов, выигрыш будет минимум 75 тысяч Однако для подмены колоды нужна умелая команда Один ее член отвлекает крупье Другой хватает старую колоду Третий выносит ее из казино Айда работала с величайшими шайками, со знаменитыми ворами Они ей доверяли Она обладает стальными нервами и умением увлекать людей своими замыслами К 1973 году Айда и ее сообщники научились действовать как идеально отложенная машина по подмене колодок Но некоторыми казино штата Невада владели члены мафии Грабить их – опасная игра Чтобы решиться дурить мафиозных владельцев казино в те годы, нужно было быть не просто смелым А совершенно бесстрашным, даже сумасшедшим Айда и ее сообщники были именно такими Я приехал в небольшой городок на севере Невады Ставки были небольшие Я подложила холодную колоду и выиграла Потом мы с моим партнером подготовили в машине еще одну холодную колоду, чтобы подложить ее в следующей игре Когда мы вошли с ней в казино из кухни, на нас сбросился хозяин завердения и повар с большим ножом Оставалось только бежать В тот раз Айде это удалось Но даже такая встряска ее не остановила Она привыкла к опасности и к деньгам, словно к наркотикам В следующие пять лет казино подняли порог ставок, увеличились и доходы Айды Позже, когда ставки выросли, я выигрывала по 125 тысяч и даже больше В марте 80-го года Айда услышала о великом шансе, от которого не смогла отказаться В крупнейшем на то время казино мира шла игра в Блэк Джек с гигантскими ставками Если бы удалось подменить колоду там, при супер ставках, можно было бы получить супер выигрыш Чтобы мошенничество прошло без сучка и без задоринки, Айда решила подкупить на одну ночь женщину-крупье Это была ужасная ошибка Крупье меня сдал Ее мать служила в дорожной полиции Она обратилась в ФБР и агенты стали за мной следить В день большого мошенничества в казино всюду установили видеокамеры, о чем не знала Айда Агенты ФБР ждали возможности поймать преступницу с поличным Однако они сразу выделялись своим видом среди игроков, Айда насторожилась Мы сидели в ресторане-казино и ужинали Вдруг мы заметили, что хозяева заведения все время заглядывают в бар Это показалось нам странным Один из них даже сказал Этих агентов ФБР тут целая орава Испугавшись мужчин в строгих костюмах, Айда и ее помощники направились к выходу из казино Агенты осознали, что могут упустить возможность навсегда прекратить деятельность Айды И решились на отчаянный шаг На инсценировку ареста якобы другого жулика Мы схватили одного из наших агентов, надеясь, что преступники подумают, будто мы пришли в казино ради него и успокоятся Как ни странно, отчаянный шаг оказался успешным Айда вернулась к столу Блэк Джека, думая, что агенты, совершив арест, удалились Вернувшись к игре, мы посмотрели по сторонам и не заметили больше ничего подозрительного Ну, думаю, теперь я покажу класс Считая, что опасности больше нет, Айда выполнила свой трюк, подменила колоду на холодную Джим Эдвардс, член комитета игорного контроля Она вытянула руку в сторону, чтобы ее трюк не был заметен сбоку, и быстро подменила колоду Это произошло, когда Крупье предложил ей снять с колодой верхнюю часть карт Все это было снято видеокамерой Сделав видеозапись мгновенной подмены, агенты ФБР получили нужную улику и арестовали Айду Я посмотрела налево, посмотрела направо и сказала Черт Но мысленно я, конечно, произнесла совсем другое выражение Поскольку Айда действовала только в одном штате, она получила три года условно и заплатила штраф Две тысячи долларов Если бы в день ареста ее трюк с подменой колоды удался, она по нашим подсчетам получила бы от 750 тысяч до 850 тысяч долларов, что соответствует почти полумиллиону фунтов стерлингов Айда Саммерс – одна из немногих, кому удавалось с успехом хладнокровно подменять колоды карт во время игры Далее мы расскажем о выдающемся по дерзости мошенничестве, ставшем легендарным Его совершил один ирландец, совсем в другой сфере игорного бизнеса Самые великие игорные аферы Притвориться геем В этой наглой афере участвовала лошадь по имени Гей Фьючер Что значит радостное будущее Случилось все в 1974 году в британском городке Картмелл Трюк должен был обмануть и британских любителей скачек, и букмекеров Афера с геем Фьючер стала частью фольклора Про байк и о том, как мелкие деятели, подобно Робин Гуду, обобрали богатых, то есть букмекеров, и отдали деньги бедным, то есть взяли их себе Скачки особое событие Когда человек едет на скачке, он словно отправляется в некую экспедицию Люди к этому готовятся, собираются в пабах, планируют то, что им предстоит И надеются воплотить свои планы в жизнь Мошенники меняли соотношение ставок к своей пользу, не нарушая закона Они решили обмануть букмекеров и нажиться на этом Аферу с геем Фьючер придумал бизнесмен по имени Тони Мерфи Он, как говорится, создал сам себя Хотя он родился в богатой семье, свой бизнес он развил самостоятельно Но он всегда мечтал состряпать аферу на скачках Мартин Хэннон, спортивный журналист Он идеально подходил для этого, он стремился сорвать куш, был нацелен на крупные деньги Тони Мерфи выбрал для своей аферы идеальное место и идеальное время Все случилось на ипподроме в Картмеле в августе и в понедельник, который был праздничным днем Из 50 с лишним ипподромов нашей страны, ипподром в Картмеле один из самых отдаленных Он расположен в графстве Кумбрии в озерном крае К нему ведет, кажется, всего одна дорога Мошенник исходил из того, что Картмел – уединенный городок, у которого нет прочной связи с внешним миром Поскольку был праздничный выходной день, на ипподроме планировалось много заездов Хотя, вообще, это не слишком бойкое место Графство Кумбрии – озерный край С ипподромом нет прочной прямой связи Люди, затеявшие мошенничество, учили все эти выгодные для них факторы И готовы были их использовать Мерфи был готов к бою Он решил, что если идти на битву, особенно с английскими букмекерами, надо иметь приличную лошадь Жеребец Гей Фьючер до этого выиграл забег на 2 мили То есть у него были отличные способности В таком забеге нельзя победить с плохой лошадью Теперь надо было пустить жеребца в дело Гей Фьючер тайно тренировался в Ирландии А Мерфи использовал английский закон для того, чтобы его ирландский чемпион оставался неизвестным Существует одно правило Брэндон Орор – спортивный журналист Если ирландская лошадь переведена из ирландской конюшни в английскую, то прежде чем участвовать в скачках, она должна прожить в Англии 28 дней Мошенник нашел лошадь, похожую на Гея Фьючер, но не скаковую И отвез ее в Англию Мерфи выбрал конюшню, известную тем, что ее лошади никогда не выигрывают И спрятал коня двойника там, где никто не ожидал увидеть чемпиона Он нашел в Англии тренера по имени Тони Коллинз Тони не был в числе лучших тренеров Англии У него был один победитель в год в лучшем случае Именно такой тренер и был нужен Мерфи Мерфи также придумал отличный способ ставить на Гея Фьючер большие деньги, не вызывая подозрений Он решил делать ставки и на Гея Фьючер, и одновременно еще на двух лошадей с той же конюшни, так называемой ставкой на трех При этом деньги, поставленные на первую, из трех лошадей потом переходят на вторую и на третью Впрочем, Мерфи не собирался выводить на забеге двух других лошадей Если одна из лошадей снимается с забега, ставка на трех становится ставкой на двух Потом ставка на двух становится ставкой на одну лошадь Когда две другие лошади были сняты с забега, все ставки стали обычными на одну лошадь Теперь вдруг получалось так, что победить должны были уже не три лошади, а одна Объявив, что две другие лошади не побегут, Мерфи тем самым увеличил бы ставки на Гея Фьючер, не вызывав подозрений букмекеров Затем Мерфи велел привезти Гея Фьючер из Ирландии, и тот заменил своего слабого двойника всего за пару дней до скачек Из Ирландии прибыл не только жеребец, но и банда сообщников Мерфи В понедельник, выходной день утром, они сделали в букмекерских конторах Лондона максимальное количество ставок на трех лошадей Тони Мерфи привез их из города Корка, поэтому их назвали мафией из Корка Они ходили по разным конторам Лондона и делали небольшие ставки на трех лошадей В Лондоне слишком много контор, так что акция получалась выгодной Был день активных ставок, и букмекеры не смогли ничего заподозрить Схема Мерфи почти удалась, но она все же имела слабое место По какой-то неясной причине, Хиллс, одна из крупнейших букмекерских контор Англии, в полдень прекратила принимать ставки Чуть раньше утром мы заметили, что сделано огромное количество ставок на совершенно неизвестную лошадь Имя этой лошади было Гей Фьючи, но не оставили в связке с еще двумя лошадьми Должен вам сказать, что разведка букмекеров работает лучше, чем Ми-6 Они почуяли и раскрыли аферу Букмекер Уильям Хилл понял, что у него проблемы, но несколько поздновато Дальнейшие события потрясли мир любителей скачек Далее мы расскажем, что было, когда букмекеры столкнулись лицом к лицу с Тони Мерфи Кроме того, вы узнаете, как 23-летний игрок в карте угрожал благополучию казино своей страны А еще мы расскажем о пожаре, сделавшем одну ставку известной всей Британией Самые великие игорные аферы Итак, в нашей программе Дерзкая афера с использованием пожара, о которой кричали все газеты И австралийский игрок в Блэк Джек, сразившийся с казино своей страны и выигравший сражение Но сначала мы продолжим рассказ о том, как Тони Мерфи устроил крупнейшее мошенничество в истории британских скачек Самые великие игорные аферы Притвориться геем В 1974 году ирландский мошенник Тони Мерфи выбрал отдаленный подром в городе Картмелл, графство Кумбрия Чтобы с помощью аферы заработать сумму, равную сегодняшним полумиллиону фунтов В день скачек лондонские букмекеры отметили необыкновенно большое количество ставок на лошадь по имени Гей Фьючер и почуяли беду В те дни не было ни мобильных телефонов, ни интернета, ничего подобного Поэтому букмекеры послали своего человека на ипподром, чтобы он выяснил, в чем дело Грэм Шарп, автор книги «Аферы и мошенничество» Этот человек не успел прибыть туда вовремя, скачки уже начались Его приезд оказался бесполезным, он не смог предотвратить обман Пока представитель букмекеров ехал на ипподром, Мерфи оставался вне подозрений А чтобы соотношение ставок на настоящего Гей Фьючера оставалось высоким, Мерфи должен был убедить публику, что его жеребец слабак Чтобы внушить всем эту мысль, Мерфи использовал тайные средства Он намазал холку жеребца жидким мылом фейри Мартин Хэннон, спортивный журналист От этого тот покрывался пеной Создавалось впечатление, что он в плохом состоянии Пена на теле лошади – признак того, что она не сможет бежать резво Жеребец появился на дорожке весь в пене Все, кто его увидел, подумали На этого я ни за что не поставил бы Он наверняка слабак Я помню фальшивого гея Фьючера на дорожке Лорд Кевин Диш, председатель общества любителей скачек города Картнелл Он казался скорее пародией на беговой лошадь Весь в пене, жалкий, нелепый Никому и в голову бы не пришло ставить на него деньги Но в плане Мерфи была еще одна дерзкая задумка Жокей, который ехал на этой лошади, газеты называли Эй Ти Джонс Большинство любителей скачек не знали, что на самом деле это Тимми Джонс, превосходный ирландский жокей-любитель Лан мошенника был разработан с военной точностью, вплоть до мельчайших деталей Он был очень, очень близок к успеху Казалось, ничто не может помешать осуществлению замысла Мерфи Представитель букмекеров не смог быстро приехать в Картнелл, чтобы поменять соотношение ставок на ипподроме Никто не заметил, как слабака заменили на жеребца победителя Настоящий Гей Фьюча не мог проиграть У себя дома он побеждал соперников с огромным отрывом Но у всех было ощущение, будто происходит что-то необычное Гей Фьюча пришел первым в забеге на милю Но предстоял последний этап дела Две другие его лошади, Мерфи, должны были быть сняты с забега, чтобы поставленные на них деньги перешли на Гей Фьюча И тут план дал сбой Букмекеры Лондона поняли, что на Гей Фьюча поставлена гигантская сумма А что же две другие лошади? И тут они осознали, что раз другие две не бегут, сумма ставок на Гей Фьюча станет еще огромней Началось расследование Один из сотрудников ипподрома позвонил на тренировочную базу Тони Коллинзу и спросил про тех двух других лошадей Тони ответил, что они стоят в своих стойлах А ведь они должны быть на ипподроме Одно дело, если лошадь, прибывшая на ипподром, вдруг захромает или плохо себя почувствует из-за переезда или вспотеет и решат снять забег Такое на скачках случается часто Но если лошади, объявленных участницами забегов, вообще не вывезли из конюшни, трудно представить, что их действительно готовили к скачкам Мерфи должен был поместить этих лошадей в фургон, повезти их на ипподром и сделать вид, что фургон сломался Если бы он сделал так, его афера была бы успешной Это упущение оказалось для Мерфи фатальным Две лошади, оставленные в конюшне, стали опасной уликой Следствие продолжалось, выплату выигрышей отменили Букмекеры были в ярости, они поняли, что стали жертвами мошенничества Дело, конечно, дошло до суда Присяжные десятью голосами против двух постановили, что существовал заговор с целью обмана большого количества людей Судья также объявил действия Мерфи нарушением закона Но люди были уверены, что Мерфи хотел обмануть только букмекеров А когда убытки несут букмекеры, все радуются Да, афера с участием Гейфьючевела придумана с целью обмана букмекеров Но из-за фатальной ошибки букмекеры победили Я бы сказал, что потрясающе была проработана ирландская часть плана Но его английская часть оказалась продуманной плохо Этот хитрый трюк почти удался Если бы он получился, он стал бы лучшим в истории мошенничества В случае успеха Мерфи и Коллинз урвали бы почти 2,5 миллиона фунтов В перерасчете на сегодняшние деньги Но вместо этого они заплатили штраф по тысяче фунтов каждый Из-за излишней самоуверенности Тони Мерфи совершил нелепый промах Мандалия в нашей программе Рассказ о молодом человеке, чья уверенность в себе позволила ему поставить казино Австралии на колени Самые великие игорные аферы По крокодилье жестокие бои в казино Казино не любят, когда игроки полагаются в игре на что-либо помимо удачи Казино против использования игроками систем, дающих им преимущество, даже если при этом не нарушается закон И особенно казино не любят те, кто стремится их разорить Эндрю Скотт, игрок по системе Я решил, что просто обязан отнять деньги у владельцев казино Они получили по заслугам Дерзкая деятельность Эндрю Скотта сделала его в Австралии знаменитостью Гай Вест, менеджер интернет-сайта «Умные игроки» В нем есть стремление соревноваться, желание побеждать Я не мог понять, за что боссы казино так меня ненавидят Когда Эндрю был 18, он жил на острове Тасмания Он вдруг понял, что играя в Блэк Джек, он сможет обыграть казино Он изучил эту игру вдоль и поперек И придумал систему, которую считал тогда уникальной Я изучал игру совершенно неправильно У меня не было ни наставника, ни книг Я даже не знал, что есть книги про Блэк Джек Я просто пошел в казино и начал играть Это совершенно неправильно Постепенно я стал играть лучше Потом еще лучше Я всему учился сам Я программист, пишу много компьютерных программ Подмечая важные вещи в процессе игры, дома я писал на их основе программы Я создал компьютерные программы для анализа миллионов с лишним сеансов игры и всех оптимальных действий Эндрю не подозревал, что его система была придумана за 25 лет до него Она называлась «Подсчет карт» Это совершенно законные математические действия, позволяющие игроку следить за картами, которые уже сыграли Подсчитывать, какие карты еще остались в колоде и делать ставки в зависимости от этого Однако и доморощенная версия Эндрю отлично приносила ему деньги Я испытывал огромное удовольствие, совершая то, чего, как я думал, не мог совершить никто другой Помню, прибежав домой, я обсыпал себя деньгами, катался по ним Такие сцены я видел раньше в кино Это было потрясающе Поскольку Эндрю не знал, что его выигрышная система является одной из известнейших в мире Он не догадывался, что при его появлении в казино начинается тревога Игроки, пользующиеся системой подсчета карт, серьезная опасность для казино Моя ошибка была в том, что я никак не маскировал свою деятельность Есть стандартные приемы, позволяющие игрокам вроде меня остаться неприметными Скажем, они долго делают только маленькие ставки, потом вдруг одну большую Они скрывают свою сосредоточенность, напряженность Я никак этого не скрывал Наивность Эндрю привела к тому, что как только он стал выигрывать большие деньги, казино стали с ним бороться Они не собираются раздавать игрокам деньги, они зарабатывают деньги для себя Таких, как я, они стараются остановить Меня выгнали Мне запретили играть В действиях владельцев казино есть огромные лицемерия Они как бы говорят Если ты неудачливый игрок, отлично Приходи, мы отберем у тебя деньги и будем тебе рады Но если ты выигрываешь, пусть даже играя по правилам Ты нам тут не нужен Эндрю возмущало это лицемерие В 23-м годах Эндрю заработал на картах уже много денег Но тут он решил сыграть в самую дерзкую игру в своей жизни Он хотел, чтобы выгоду получали и он, и казино Я встретился с руководством крупнейшего казино Австралии Он назывался Аденейдер Я сказал Послушайте, давайте заключим соглашение Я буду приходить в ваше заведение раз в год, 1 января Играть до тех пор, пока не выиграю 100 тысяч долларов Потом я уйду, и вы не увидите меня до января следующего года Но мне ответили Нет Владельцы казино не приняли юного игрока всерьез Эндрю решил, что заставит их пожалеть об этом Я сказал Раз вы не хотите сделать, как я предлагаю Я открою школу и научу всех желающих делать то же, что делаю я А еще я научу их не попадаться Вместо меня одного, который мог бы выигрывать вас 100 тысяч в год Вы получите сотни таких же, как я Которые, впрочем, не ограничатся сотней тысяч Как вам это? Эндрю выполнил свою угрозу Он начал войну против казино, открыв школу подсчета карт Это, по сути дела, школа, где я преподаю технические навыки Также обучают будущих каменщиков или поваров Сначала я учу людей играть при каждом из 370 возможных вариантов расклада карт Это нетрудно Для суммирования чисел нужно всего 19 действий Если человек способен выучить песню из 19 строчек Он сможет выучить и эти 19 действий Он будет знать, когда и какой ход надо сделать И когда, скажем, удвоит ставки при каждом варианте Через некоторое время Эндрю понял, что может отомстить казино на новом уровне Используя созданных им искусных игроков, своих учеников Он решил создать суперэлитную команду Члены которой будут ездить по миру и зарабатывать миллионы Чтобы этот план завоевания мирового господства имел успех Его надо было разработать с огромной точностью Я стал тщательно отбирать учеников Он подвергал их серьезным испытаниям Чтобы выяснить, есть ли у них способности к подсчету карт Потом они проходили всевозможные тесты, чтобы Эндрю убедился, что они подходят для его ремесла Они изучали основы системы, как вы, в военном лагере Учеба длилась несколько месяцев Я приглашал экспертов, психологов Они анализировали тип личности учеников, их психику, их способности Когда организуешь такое дело, важно быть очень дисциплинированным Лидер должен являться сильной, харизматичной личностью Чтобы команда учеников была сплоченной Команда Эндрю начала с общего выигрыша Всего в 48 тысяч долларов Но скоро покинуло небольшие казино Австралии И стало играть по-крупному по всему миру Мы выигрывали все больше и больше Наш бизнес стал многомиллиардным Не многомиллионным, а многомиллиардным Мировой синдикат игроков Эндрю стал крупнейшей в мире игровой группой Что вызвало проблемы Нам было все труднее оставаться безнаказанными Мы стали слишком заметными из-за объемов выигрышей В общем, я, как многие успешные бизнесмены, решил уйти на покой Эндрю не жалеет о том, что его давнее дерзкое предложение владельцам казино Не было ими принято 18 лет назад я решил побить казино Но я потрепал их настолько сильно, как и представить не мог Я не побил бы их так мощно, если бы они меня тогда не выгнали Если бы они приняли мое предложение, я бы все это время выигрывал всего по 100 тысяч в год В казино Аделаида Выучив команду из 70 игроков, Эндрю лично получил от миллиардного дохода Долю в 15 миллионов австралийских фунтов, что равно 6 миллионам фунтов Далее мы расскажем о дерзкой афере, из-за которой шотландский игорный бизнес озарил пожар Самые великие игорные аферы Итак, в конце программы рассказ о пожаре в букмекерской конторе Который мог позволить шотландскому жулику обобрать букмекеров на 179 тысяч фунтов Самые великие игорные аферы Горящие записки В 1994 году один шотландец попытался нажиться на подделки, пожаре и национальной прессе С их помощью он решил обобрать букмекеров Дэйв Пулл, в прошлом следователь Он был мошенником, был готов сделать все возможное, чтобы обогатиться Но он так яростно боролся за наживу, что пострадал от собственной жадности Стив Уайт, репортер газеты Дэйли Мир Есть ловкие мошенники, а есть неумелые, их сразу видно Но есть и такие, которых не распознаешь Такие имеют успех Эта афера потрясла городок Ротси на острове Бут с населением 7 тысяч человек Новость о пожаре в их букмекерской конторе разнеслась мгновенно А когда выяснилось, что не могут быть выплачены ставки на большую сумму Об этом узнала вся страна На этом острове у побережья Британии произошло необычное стечение обстоятельств Необычная история случилась в необычном месте И этим оно интересно На самом деле пожар являлся только дымовой завесой Он должен был скрыть фальшивую ставку Букмекеры используют особую систему, чтобы ставки на результаты спортивных матчей Нельзя было изменить после того, как они сделаны Когда деньги внесены, об этом делается запись, а записку фотографируют Но мошенник из Ротси решил заменить предсказанный им результат На результат футбольного матча, который уже сыгран И сорвать куш На записке о ставке внизу должен быть подлинный штамп Чтобы изменить запись, записку надо получить обратно Мошенник выбрал время, когда делают больше всего ставок Когда записку о его ставке проштамповали, он обманом вынудил кассира дать ему оба экземпляра обратно Сказав, что сделал в записи ошибку Но обратно он отдал кассиру неподлинную записку Подлинную он держал у себя До тех пор, пока матч не был сыгран И не стал известен его результат Кассир отдал ему оригинал записки со штампом С определенным регистрационным номером А он после матча исправил свой предположительный результат На настоящий Однако последствия были крайне неприятными Когда записки проштампованы, их автоматически фотографируют Между мошенником и его выигрышем стояла фотокамера букмекера Ночью букмекерская контора загорелась Вместе с ней сгорела камера Когда следователь Дэйв Пулл приехал на следующий день в Ротси Пожарные уже знали, что причина пожара поджег Они сказали, что, по их мнению, контору подожгли Что кто-то подпалил ее нарочно Это был не просто поджог Пожар начался в необычном месте В той самой фотокамере Мы стояли и обсуждали причину пожара Делали предположения Тут к конторе подошел человек и сказал, что требует от нас выплаты выигрыша Он спросил, когда он может получить то, что выиграл Он был очень нетерпелив Поскольку он успешно исправил результат матча, он держал в руке записку с верным результатом Ему причитались 179 тысяч фунтов И он не хотел из-за пожара терять эту сумму У меня большой опыт Одного взгляда на него мне было достаточно, чтобы понять, что он мошенник Но это предстояло доказать Поскольку фото улика была уничтожена Подтвердить свои подозрения следователь мог Только узнав, есть ли копия выигрышной записки в сейфе букмекера Все выигрышные записки кладутся в сейф Мы открыли его Записки с футбольными ставками были там Все, кроме одной Той, что держал в руке мошенник Он понял, что факты против него и что он не получит денег Чтобы заставить букмекера все же заплатить ему, он пошел на огромный риск Когда он понял, что мы ему не заплатим, потому что у нас есть улика Доказательство того, что записка подделана Он решил Пожаловаться прессе Я был в редакции Глазгу Вдруг звонок Так в нашу редакцию сообщают самые интересные новости Звонивший сказал, что он сделал ставку на результат матча По его словам По всем правилам Стив Уайт, репортер А когда он пришел за выигрышем, ему сказали Простите, наша контора сгорела, вы не можете получить свои деньги Он представил историю так, словно все было законно Но не всякая публичность полезна Жулика быстро разоблачили Его афера провалилась с треском, какой бывает при пожаре Какой-то некрупный независимый букмекер прочел в газете материал об этом деле и сказал Я знаю этого человека Он мошенник Много лет назад он обманул меня, чуть не разорил Чуть не уничтожил мой бизнес Так жулик был раскрыт Поскольку прямых доказательств его вины не было Его не судили за мошенничество Но букмекеры, поняв, что он обманщик Естественно, не выплатили ему выигрыш Он остался ни с чем Выигрыш ноль В следующем выпуске Скандал на скачках, который шокировал Австралию Это был невероятный скандал Это было вранье с самого начала Афера обернулась настоящей катастрофой А также мошенничество на собачьих бегах При воспоминании о котором оба кмекеров холодеет кровь И, наконец, король мошенников и афера, сделавшая его мультимиллионером Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО Ред Медиа